Я всех приветствую на своем канале. Когда вы начинаете ловить раи, то есть у вас нет опыта пчеловождения, я рекомендовал бы начать ловить раи безрамочными ловушками. Почему? Попытаюсь сейчас объяснить. Во-первых, безрамочные ловушки картонные я подсмотрел в журнале Пчеловод. Практика есть и была у людей изготавливать безрамочные картонные ловушки. И на эту тему видео, я думаю, много есть на ютубе, его только нужно найти. Безрамочные. Почему безрамочные? Банальный пример. Когда ты начинаешь ловить раи, когда ты вообще начинаешь, у тебя нет ни рамок, ни рамок, тем более с сушью. Да, можно приобрести рамки с сушью, но нужно учитывать такие факторы. Обложить место, количество, какое вы рассчитываете установить количество ловушек. Если вы понимаете, что у вас пчелиное место, вокруг много пасек, много раев уходит, вы уверены в себе? Да, можно приобрести рамки, установить их в ловушке и развесить. Почему я делаю без рамок ловушки? Во-первых, у меня нет станочного парка. Покупать я ничего не готов, то есть у меня нацеленность делать все самому. То есть изготовить рамку на 300 – это непростое дело и без станков, я думаю, довольно-таки затруднительно. Один из важных моментов – то, что у вас ловушки пропадут. Значит, могут они пропасть. По моему опыту 50 ловушек установили, 5 ловушек обязательно сняли. Либо птица-куница испортила. Следующий момент – это вес ловушек. Я вожу ловушки из Москвы в лес за 100 километров на общественном транспорте. Моя безрамочная ловушка весит килограмм. Я возил и 5 ловушек в двух сумках, либо 3 ловушки в одной сумке. Если ловушки будут с рамками, это будет уже вес и уже другой объем. Мои ловушки меньше по объему, чем рамочные. Еще один важный фактор – безрамочные ловушки меньше по объему. Когда они меньше по размерам, соответственно, их проще спрятать в лесу. Дальше. В Сочи познакомился с Раиловым. У него такая история. Он не профессиональный пчеловод, он не занимается изготовлением. Он купил эти рамки. Он нашел коробки, поставил туда эти рамки. Все это через неделю отсырело и пропало. Сушь заплесневела. Очередной пример потери рамок. Да, очень много видео, когда устанавливают пчеловоды, профессиональные, делают тяжелые ловушки рамочные и на машине развешивают. Да, это, во-первых, есть возможность возить эту тяжесть, во-вторых, есть опыт. И в-третьих, у них есть рамки. Он за зиму изготавливает тысячу рамок и он понимает, что потеряет он там 50 рамок. Это не проблема. Для пасеки сотообеспечения, потеря там 10, 20, 30 рамок ни о чем не говорит. Когда вы начинаете, не надо стремиться сразу начинать с рамочных ловушек. Лучше сделать, на мой взгляд, побольше ловушек, больше времени потратить на изучение места, где установить эти ловушки и устанавливать их не меньше километра от пасек. И еще лучше потратиться на опирой. Смотрите, на моем канале есть видео, как я использую опирой. Рой, если пойдет, он зайдет в любую ловушку, безрамочную, рамочную. Поэтому мой совет, начинайте без рамок. Делайте картонные ловушки. Больше ловушек лучше изучить место и использовать опирой. И они легкие. И не так будет болезненна потеря этих ловушек, чем ловушки, в которых установлены рамки. Хотел поделиться такими мыслями. Всем желаю удачи, успехов. Обязательно подписывайтесь на мой канал, поможете развитию канала. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok